всем привет сегодня у нас распаковка сяоми с 2 телефон купили 32 гигабайтную версию давайте откроем посмотрим покупался в магазине gearbest сейчас он там порядка можно 130-140 долларов купить его вот в начале продаж был конечно он дороже глобальная версия то есть у нас должна быть на сразу виднеется global версия пакет до gearbest как всегда в тонком пакете но тем не менее сильно коробка не пострадала даже углы не примялись вот один уголочек немножко в остальном все у нас целое и вроде бы хорошо так 332 625 snapdragon 599 дюймов экран 12 мегапикселей да и 5 и 5 мегапикселей двойная камера фронтальная камера 16 мегапикселей dark grey давайте посмотрим как это все выглядит ухты симпатично выглядит с обратной стороны do not assemble ухты вот здесь вот такие вот полосочки дают сразу бросились в глаза я так понимаю наверное здесь тоже какая-то антенна может запрятана а и здесь сверху тоже полосочки камера выпирает давайте его включим и пока он будет включаться посмотрим что у нас там дальше есть в комплекте идет итак достали мы телефон здесь вот такая вот коробочка идет зарядка ой зарядка у нас 5 вольт 2 ампера кабелёчек стандартный белый и скрепочка для открытия лоточка sim карты все стандартно ну и давайте посмотрим что у нас здесь открывается вот так здесь у нас чехол идет силиконовый и все и больше ничего нет вот я думал еще будет защитная пленочка мы давайте посмотрим пока сдирать не буду выберем язык и русский язык выберем страну в общем прокладывал я все настройки вай-фай подключил сейчас посмотрим если обновление и какая здесь прошивочка у нас пока загружается приложение знаете на что я обратил внимание на картинку что у нас здесь идет 2 2 sim карты и карта памяти то есть вообще смартфон позиционируется как камера фон то есть не такое среднее железо и хорошая камера то есть мы не должна снимать хорошо вот ну и понятно что если вы будете снимать на него на понадобится дополнительная память поэтому карта памяти вынесена дополнительно вот не так как у основной массы что одна карта памяти вторая либо карта либо симка ой одна симка и вторая либо карта либо симка здесь же две к сим карты и карта памяти то есть отлично это сделано это но удобно приятно вот и как она вставляется вот так пока разговаривал да пока смотрели на коробочку загрузился смартфон работает все быстро вот все отлично темы шустрый смартфон ну давайте же сделаем пару фотографий и я их выложу на весь экран посмотрим как он фотографирует фотографирует фотографирую кстати быстро на что я обратил внимание так это то что я только что не целился совершенно чтобы сфотографировать текст просто навел да и сразу щелкнул и смотрите буквы читаем и просто отлично и классно смотрите под углом сфотографировал давайте еще кубик рубика сфотографирую и эти все фотографии сочный такой как кубик получился запись видео на сяоми redmi s2 давайте вот так посмотрим наш стол приблизим отдалим приблизим отдалим освещение у нас комнатная лампы хорошо фокусируется хорошо фокусируется сделал несколько фотографий в темноте вот так он с подсветкой светит вот так вот без на большом экране я это все покажу вот действительно снимает он очень хорошо быстро все шустро работает ну и давайте последнее рассмотрим его визуально пленку я не снимал потому что я думал что в комплекте будет стекло или защитная пленка но и не было поэтому пока мы с пленочкой этой транспортировочной здесь на грани у нас только лоточек сим-карт на две симки и карту памяти сверху у нас 35 выход я так понимаю микрофон и инфракрасный порт справа качелька громкости кнопка включения снизу динамики и микро юсб вход сзади у нас touch id и камера стоит miua 9530 обновления не найдены версия android 8.1.0 redmi 2s оперативная память 3 гигабайта и в внутренней памяти 22 36 доступно всего 32 динамик 1 вот находится справа две динамик 2 ли Звук, мне кажется, тиховат. То есть, один динамик, но в других телефонах, мне кажется, что 5A, допустим, Xiaomi, он играет громче. Ну, может, это просто субъективное мнение, но мне показалось, что динамик тиховат. То есть, в шумном месте, я думаю, его будет немножко не слышно, если где-то в шумном месте смотреть. Емкость батареи 3080 мАч. Ну, в принципе, я недолго им пользуюсь, но держит он заряд неплохо. То есть, я вот сейчас его тестирую, пользуюсь, пропало, ну, не знаю, процентов, наверное, 2, но графически не изменилось. Кстати, нужно включить проценты. Ну, вроде бы все, что хотел озвучил. Вот такая вот у нас распаковочка получилась с кратеньким описанием смартфончика. Вот, игры идут, видео работает. Мне немножко показалось, что тиховат динамик, но здесь у нас удобство в том, что можно и две симки, и карту памяти вставить. Здесь у нас преимущество камеры. То есть, за небольшие деньги получаем хорошую камеру с неплохой фокусировкой, с съемкой в темное и в дневное время суток неплохое. Это стильный дизайн, то есть, мне вот эти вот полосочки, которые они добавились, они очень понравились, они сразу бросились в глаза. Вот, ну, конечно, если в чехле носить, этого не будет заметно, но это симпатичность, Диана. Touch ID, он втоплен совсем чуть-чуть вниз. У меня, кажется, на Redmi 3S было сильнее втоплен он сюда, поэтому здесь он практически там заподлицо с корпусом. Ну, не знаю, миллиметра два, наверное, углубление есть, но мне кажется, что на Redmi 3S оно чувствовалось сильнее. То есть, ты как бы чувствуешь его. Вот, ну, и удобство. Он хоть и большой, но в руке сидит удобно, нетрудно найти считыватель. Пальцем он чувствуется. Сделал экран на полную яркость. Углы обзора, то есть, смотрите, все, нескажений нет никаких, даже с учетом того, что есть транспортировочная пленка. Углы обзора вообще шикарные. Экран сочный, красивый, ничего, как бы, ну, мне очень нравится. Вот, сделано все стильно, красиво. Вот, ну, как-то так. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!